К нашему эфиру присоединяется Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, 6-го десятых годов, генерал-лейтенант запаса. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. По поводу самолетов, Гриппен от Швеции, ваше мнение по этому поводу, насколько они важны, ну для нас важна вся авиация, понятно? И если Швеция таки решится их передать Украине, как быстро наши пилоты смогут пилотировать эти самолеты? Я хотел бы четко тут сформулировать позиции. До этого в течение полугода проводилось определенным образом построенное информационное обеспечение, связанное с обучением пилотам, и не только пилотам, а инженерно-технического состава и поставок этих самолетов. Вот с концепцией, с подходами американцев, которые как бы чего не вышло, как бы не допустить эскалации, применение Путина вооружения масштабного, в первую очередь ядерного. Поэтому мы видели, каким образом, начиная с весны, нам давалась информация в перекладывании не только поставок, потому что поставки в прошлом году обсуждались вопросы, и они перемещались по вязке с осени этого года, на конец года, на весну и чуть ли не на лето следующего года. И такая же история была и с обучениями, потому что несогласованно где-то начали учиться, якобы заявляли военно-политические представители разных европейских стран, что происходит, потом нет, не происходит, центры, ну и прочее. Все это говорило о том, что это строится искусственно для того, чтобы удовлетворять политические потребности, связанные, ну я, например, связан в первую очередь с внутренними делами Соединенных Штатов, с выборами под ноябрь следующего года. И вот от ноября до текущего времени, значит, разложены какие-то моменты, связанные с поставками нам различного рода вооружений, в том числе и самолетов. Но, ну, во-первых, они там это строили, пытались нам, как бы, вот смотрите, они говорили, что там не три месяца, как сейчас, а говорили только язык будут изучать четыре, когда им надо было месяца, потом еще девять месяцев надо будет осваивать, ну и дальше, если хотеть, можно выстроить все, что угодно. Хотя опыт был, например, пилотов ГДР немецких, переучали во Франции с МиГ-29 на базовый самолет от трех до пяти месяцев, в зависимости от уровня подготовки. Вот и все. Понятно, что тут вопрос не только в пилотаже, а еще в том, каким образом использовать вооружение. Очень для нас важно вооружение, которое и дает нам возможности в борьбе с противником, и с точки зрения как истребителя, и с точки зрения как легкий штурмовик. Поэтому, значит, в связи с такими их подачей этой информации, нами уже не воспринималось критично все это, если подходить. Вот там играется самоформация, пускай играется, в первую очередь, у себя, а у нас здесь несуразицы на этот счет происходили. А когда они посмотрели, чтобы, значит, и оценили ситуацию, вы посмотрите, начало наших наступательных действий, надо чуть ли не весной, а потом, значит, по их уставам, как надо продвигаться и доктринам. А продвигаться можно вперед только тогда, когда условия существуют, они принципиально отличаются, и генералы, и их войска, они бы не применяли наступательных операций, если были условия такие, как у наших. А наши умудряются это делать. Так вот, оценили это, показали, и военные специалисты все-таки убедили, предъявили политических своих руководителей, что ситуацию надо менять. Поэтому тут подвижки на то, что теперь можно аж за три месяца подготовить, и вот предварительная информация, она как бы не соответствовала действительности, кто-то там что-то ошибался, что-то кто-то не так давал информацию. А кто? Вот вам и ответ. То есть они этим занимались, а теперь говорят, что да нет, это как бы тут неофициальный, а вот сейчас официальный. Целый командующий ВВС Национальной гвардии, он точно знает, как и что. Конечно, в марте два наших пилота, там, и СМИГ-29, и С-27, прошли тестирование, показали хорошие результаты, и все там было понятно, что можно было в эти сроки. Короткие, я подчеркиваю, все это освоить. И передавать можно было, было бы желание, а не оправдание, как бы такой вот позиции. Поэтому сейчас все становится как бы на круги своя, потому что, ну, они еще считают свои затраты. То есть если дальше нам так продвигаться, мы им показываем, что вот эти все затяжки, они же для нас оборачиваются потерями. Ну, не только в вооружении и технике, что важно, а для нас наиболее важно в потере наших оборонцев. Вот что для нас важно. И мы это постоянно им показываем. Поэтому они поняли, что надо менять ситуацию. Поэтому я думаю, до конца этого месяца, особенно если президент полетит в Америку, значит, решится вопрос с атакамсами, а это значит, что и немцы решат вопрос с тавросами, будет поставляться, будет как бы готовка, но и подготовка соответствующая. Ну, и с самолетами, значит, я думаю, к концу года и Гриппин и F-16 могут появиться, в небольших количествах могут появиться. Очень хорошо, что все-таки Швеция, ну, Америка там говорят готовить, а все остальное делают европейцы. Самолеты европейские, основная подготовка европейская. То есть опять-таки вот это, значит, противостояние с россиянием показывает, что мы-то не эскалируем. Ну, там вот Европа что-то делает, так надо с нее и спрашивать. Поэтому очень важно Гриппина. В Швеции, конечно, зависит тоже от Америки, и надо вступать в НАТО. Как мы помним, до конца года все-таки, я надеюсь, это случится. Поэтому им надо, они аккуратно выстраивают опять-таки свою информационную работу. Вот, но так или иначе, когда все это начиналось, я вот тоже в вашем эфире, мы говорили о том, что если они тратят деньги, как шведы, так и европейцы, и американцы на это, значит, все равно раньше или позже они пойдут на это. Поэтому шведы и сейчас говорят, что они еще не знают, премьер заявляет, что дадут. Да дадут. Сейчас уже закончена первичная подготовка, перешли к базовой подготовке. Там в нашей, значит, везде, и в Америке, и в Швеции на Гриппинах, и в Европе. Показывают очень, они просто, вот, яно, я бы сказал, такое слово, подчеркну, осваивают это круглосуточно и бьют там все результаты. Поэтому вопрос не в подготовке, как бы, наших стремлений. Они это сделают. А тут уже, вот, тут их командующие, американские, ВВС, национальные гвардии, что тут сразу все навстречу. И сокрасили подготовки до трех месяцев, и отодвинут других пилотов других стран. Нам зеленый свет предоставят. А почему? Да потому что приняты соответствующие политические решения. И с нашей стороны все это готово, и было не сейчас, и полгода назад, и еще раньше. А сейчас объективные обстоятельства, которые строятся на объективных законах войны, подвигают, ну, наши-то осваивают это дело и показывают о наших союзниках, потому что надо быть реалистами. Информационное обеспечение важно, надо вам строить и у себя. У нас, мы видим, нас война все время контролирует и требует от нас быть правдивыми и справедливыми. У нас последняя революция была, революция гидности и правды. Вот мы по правде и стараемся жить. Это принципиальное отличие от поведения там отдельных наших союзников. Вы очень подробно все, Игорь, объяснили. У нас даже по этому, как бы, блоку, наверное, и нет вопросов, но разве что вот один поставлю. Ну, во-первых, скажу, что ваши слова подтверждает полностью Майкл Ло, это генерал-лейтенант Воздушных сил США и в том числе директор Воздушных сил Национальной гвардии США. Он как раз и сказал про эту ускоренную программу обучения. Наши военные отправятся скоро в США, в Моррис, в Туссоне, это штат Аризона, где, собственно, закончат обучение специальной терминологией на английском языке, которая позволяет управлять этими самолетами. Но я вас хочу вот о чем спросить. Вот то, что происходит сейчас в Крыму, мы видим, что в системе ПВО «Триумф» уничтожаются на мысе Тарханкут, уничтожилось месяц назад. Вот вчера возле Евпатории было уничтожение очередной системы ПВО. Скажите, все это позволяет нам потом оперативно использовать авиацию именно, например, в крымской операции по освобождению Крыма? Потому что мы очень часто обсуждаем в наших эфирах, что истребители Ф-16 в первую очередь будут заниматься оборонительными операциями. То есть, например, выполнять ту же роль систем ПВО, то есть помогать сбивать баллистические ракеты и так далее. Вот скажите, эти вещи могут теперь сменить свою задачность или нет, исходя из темпов? Слушайте, они были и остаются. Мы просто вспомните, как они аргументировали, что вообще нам нецелесообразно нам поставлять, те же американские отдельные специалисты, которым предлагали это делать, что использовать их Ф-16 нецелесообразно, поскольку у россиян сильная система ПВО. Ну, так это же просто с точки зрения военной абсолютный абсурд. Они предназначены для использования ракетой ХАРМ противоролизационной для того, чтобы уничтожать зенитно-ракетные комплексы. И сейчас эти ракеты ХАРМ применяются нашими советскими еще истребителями с заниженными возможностями. То есть механически там пилоны поменяли, и их запускают, и потом эта ракета сама там ищет и так далее. А если использовать базовый натовский самолет, то в наведении и потом пуске участвует радиоэлектронное оборудование, которое находится на самолете, и поэтому повышает все возможности такого рода ракеты. Поэтому этот самолет универсальный, он этот, Ф-16 базовый, 4 плюс поколения, он предназначен как выполнение задачи противовоздушной обороны по уничтожению аэродинамических целей, к которым относятся самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотные аппараты противника, так и выполнение задач легкого штурмовика по уничтожению наземных, стационарных и подвижных целей. И надо иметь в виду, что при соответствующем авиационном оборудовании современном. А здесь я сразу хочу сказать, что вот они, эти самолеты, которые Ф-16, это MLU, будут после того, как, например, в Америке подготовятся, или те, которые в Европе, они именно на этот самолет, который выпускался в 80-х, 90-х годах. Его модернизировали, это хорошо, но локатор поставили, но он будет обнаруживать с дальности 110 километров. Су-35 российский видит на дальности больше, и в России есть ракета, которая уничтожает воздушные цели на дальности 300 километров. Поэтому, что вот появятся самолеты, это панацея? Нет. Кстати, опять-таки, на Гриппине и у шведов есть ракеты точно такие же, которые действуют на дальности 300 километров. Вопрос в том только, чтобы нам дать Гриппины и нам дать такие ракеты с дальностью 300 километров, чтобы это было конкурентно с ракетами Су-35. И чтобы они не понимали, россияне, какие самолеты поднимаются и чем это для них грозит. То есть очень важна и вот такая конкуренция шведский и F-16 американский, и шведский Гриппин, и, возможно, с подходом Рафаль. И это было бы хорошо, потому что нам надо как можно больше этих средств. Просто французам, значит, Макрон там встрепенется, как со скальпом. И, может быть, пойдет на то, чтобы он, так сказать, от европейского государства тоже мощное государство и может представить нам такую возможность. Поэтому здесь идут очень сложные действия со стороны наших союзников в реализации вот этого проекта авиационной коалиции для Украины. Игорь Александрович, возвращаясь к уничтожению С-400 «Триумф» ПВО в Евпатории, А что в Крыму осталось тогда без прикрытия после уничтожения этого ПВО? Да. Зенитное ракетное средство имеет определенную зону прикрытия и то с определенных высот. Мы «Триумф» уничтожили на Тарханкуте. Посмотрите карты. Это юго-запад. Причем не только один С-400 «Триумф». Там уничтожили авиационные станции. То есть понизили потенциал противовоздушной обороны и как бы надели на их глаза черные очки. Они не могут теперь наблюдать воздушные простанства, экваторию от полуострова Крым на запад, юго-запад и на юг. Это очень важно. А теперь, значит, кроме того, это был Тарханкут, а теперь посмотрите, значит, удары по Евпатории. То есть наращивают усилия. И очевидно, что бьют уже модернизованный Нептун, комплексом, который, как мы помним, был комплекс «Берег», «Корабль», «Москву» потопили этим, а не останавливаясь на месте, модернизировали и сделали его в комплекс тактический ракетный «Берег-Берег», то есть «Земля-Земля». И уже этим комплексом, господин Данилов об этом говорил, уничтожили вот такую группировку ПВОшную, «Зенита» ракетный комплекс и локационные средства на Тарханкуте, а теперь еще ударили и по Евпатории. Поэтому системность нужна. То есть мы бьем ракетами такого рода. Если бы имели такого рода самолеты, даже с возможностями, может, по-прежнему похуже, чем Су-35, и у них не так много этих Су-35, ну, достаточно, конечно, но можно уже более решительно, как бы, и с большими возможностями противостоять в воздушном пространстве. То есть до паритета там еще нам далеко в воздухе, но вот менять эту ситуацию нам крайне необходимо. И поэтому применять в том числе и базовые натовские самолеты, не один, а самолеты, то есть «16», «Гриппин», «Рафаль», будут какие, главное, чтобы поставили как можно быстрее. А мы их освоим. Вот в борьбе, в том числе, и с их противовоздушной обороной, есть соответствующие противорегационные ракеты, «ХАРМ», они нам уже поставлены. И если бы были самолеты, возможности по иношению сражения значительно бы улучшились. И не так, как нас американцы там кормили, что невозможно бороться и поставлять эти самолеты, потому что сильное ПВО российское, а как раз для понижения потенциала этого ПВО использовать в том числе эти самолеты. А то, что у нас есть, вы посмотрите, как мы эффективно их применяем, поэтому пускай учатся и не боятся. Учатся у нас и берут пример. Да, оккупантам стоит понимать, что в Крыму им делать нечего. Учитывая еще спецоперацию ГУР на так называемых вышках Бойко, теперь им еще сложнее, ведь там у них нет РЛС в этом регионе. Спасибо вам большое за участие в эфире. Будем следить за успехами наших военных и за этапом обучения наших пилотов в Соединенных Штатах Америки. Надеемся, что все у них получится, и они, так сказать, по плану начнут выполнять свои боевые задачи. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» и замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины с 2006 по 2010 годы. Генерал-лейтенант Запаса был в нашем эфире. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Получится обязательно. Они настоящие воины. Однозначно. Спасибо.